Инициатором идей об уходе в декретный отпуск работающих бабушек и дедушек выступила член от консерваторов Моника Новицкене, которая уверена, что с принятием поправок молодые родители смогут вернуться на рабочие места раньше, чем через два года. А бабушки и дедушки как раз окунутся в мир варенья и детских игр, причем с возможностью получения пособия. Сегодня работающие семьи столкнулись с вызовами, когда нужно совмещать карьеру с обязательствами семьи. Принцип моего проекта заключается в том, чтобы предоставить декретный отпуск. После того, как ребенку исполнилось два года, не только маме или папе, а работающим бабушкам или дедушкам. Я думаю, что необходимо продолжить древнюю традицию, когда бабушки помогают своим детям растить внуков. По словам политика, родителям, строящим карьеру, будет удобнее договориться уже со своими родителями, чем с наемной няней. Эту идею поддерживают представители Союза пенсионеров. Только тут возникает небольшая проблема. Работающих жителей преклонного возраста в Литве, уверяют они, не так и много. Мы приветствуем инициативу. И давно уже следовало помочь работающим родителям. А бабушки и дедушки, они ведь так или иначе присматривают за внуками, только за это ничего не получают. И еще работающих пенсионеров в Литве не так и много. По статистике их всего 6%, а в нашей стране проживает 600 тысяч бабушек и дедушек. В то же время в Евросоюзе работающих пенсионеров 35%. Пусть и 6%, но это огромное количество. Почему бы им не помочь и родителей не разгрузить? У критиков инициативы аргументы свои. Я очень скептически отношусь к этому. По двум причинам. Мы тогда должны менять принцип социального страхования, потому что мы от страхования переходим к выплатам, социальным выплатам. Это совсем другая система. Второе. Я думаю, что это самое главное. Все-таки детей воспитывать должны родители. И быть с ними родители. И все эти теперь предложения, что мы хотим вернуться в рынок труда, и давайте пускай бабушке и дедушке присматривай внуков. Я посматриваю, пошучу дискриминацию бабушек и дедушек, потому что они воспитали детей своих, а теперь им еще вдобавок воспитайте внуков. Пересмотр принципа страхования и системы социальных выплат – это расходы для государства. В то же время инициатор проекта убеждена – никаких расходов и пересмотров системы не потребуется. Содра никаких дополнительных убытков не понесет. На бюджете это тоже не отразится, ведь бабушки и дедушки платят налоги. Они находятся в системе налогоплательщиков. В то же время сами пенсионеры и жители преклонного возраста внесли свое предложение. Мы бы очень обрадовались, если бы самоуправление начали выдавать бизнес-удостоверение или свидетельство, например, за евро для бабушек, которые могли бы присматривать за внуками и получать за это заработную плату. Это позволило бы внедрить пенсионеров в рынок труда, что тоже важно для государства. Данная идея тоже как вариант может быть рассмотрена, убеждают всеми. Сегодня выплаты по уходу за ребенком составляют 100% бывшей заработной платы, при условии, что декретный отпуск берется на один год. А если на два года, то в первый год родитель получает 70% от зарплаты, во второй год – 40%. Ирина Высокович, Мартина Свитсбелес, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok